Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите выпуски. И снова коммунальная авария. Первая в этом году настолько крупная. Подвел трубопровод. Узкие улицы на марке целуются. Возможно ли зимой вернуть автомобилистам просторные многополосные дороги? Когда он был у власти, пили меньше. С каким предложением вышел бывший президент СССР? Первый в этом году настолько крупный и наверняка не последний. Сегодня днем на улице Малахова произошел порыв трубопровода. Под отключение попали два жилых дома по улице 50 лет СССР, 13 и Малахова, 116. Одно административное здание, а также 98 домов частного сектора. Частично подтоплена дворовая территория и проезжая часть по Малахова движение по одной полосе ограничено. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Барнаульского водоканала и дорожные службы. По предварительным прогнозам устранить повреждения должны завтра к утру. Жильцам будет организован подвоз воды. Автомобилистов просят быть внимательными и по возможности выбирать маршрут объезда аварии. Объехать, конечно, не всегда удается. Из-за обильных снегопадов на Барнаульских улицах стало заметно тесно. Автомобилисты жмутся друг к другу, пытаясь разделить заветные полосы для движения. Наша съемочная группа оценила обстановку на дорогах краевой столицы. В очередной раз свое утро барнаульцы сегодня встретили в пробках. И многие жалуются на то, что если снег и убирают, то как-то не так. В основном мешают те самые валы, которые сгребают ближе к обочинам. Из-за них уменьшается количество полос. И сегодня мы поехали посмотреть сами на состояние дорог, как их убирают и поговорить с теми, у кого больше всего наболело. Да, я хочу заметить, что очень отвратительно, очень отвратительно. И уже прошли все праздники, все праздники. И дороги вообще не расширяются, вообще никак не расширяются. Я хотел бы, чтобы на это внимание остров вообще обратили очень внимание. Очень обратили внимание. В городе очень плохо очищают дороги. Особенно остановки, остановочные пункты. Рядность уменьшается. Получается, один ряд вообще полностью занят снегом. И остается, грубо говоря, из трех рядов, два ряда. Силикатный тоже по двадцатке. Там, если снегопад начинается, там тоже и узкая дорога. Особенно, когда в лес, лесное едешь, там и скользко. И все это. Бывает на конечных вообще невозможно развернуться. По итогам нашего опроса среди водителей городского транспорта в лидерах самых неубранных улицы Александра Матросова, Георгия Исакова, Эмилия Алексеевой, Петра Сухова, Алексея Юрина. Мы убедились, вот такие знаки местами уже не актуальны. Четырехполосные дороги становятся двухполосными. Сотрудники госавтоинспекции применяют свои санкции. По недостаткам составляются акты. Потом выдаются предписания для уборки, для устранения недостатков. Такие вот снежные валы, конечно, не заужают проезжую часть. Пропускную способность транспорта снижают, в том числе и угрожают безопасности пешеходов. Штрафы назначаются должностным лицам. И это при том, что нормативы позволяют службам не очень торопиться. Снежные валы должны возиться от 9 до 12 суток после окончания снегопада. То есть в процессе, когда первая стадия уборки, техника весь снег сметает именно на обочину. Чиститься на максимальную ширину стараются. То есть если сама по себе улица, допустим, 3-4 метра, то техника расчистится на 3-4 метра, то есть как будет ширина улицы. Стараются, но, видимо, недостаточно. Как нам сказали в ГИБДД, предписание об устранении снежных валов оформляют ежедневно. А водители пока вымеряют сантиметры. Вот на ваших глазах не могут просто так разъехаться. Чтобы пропустить одну, другое, приходится прижиматься к обочине, стоять, ждать. Это улица Максима Горького, прямо поблизости, рядом с нашей редакцией. Ситуация точно такая же. И, собственно, опять снег, значит, все снова повторится. Посмотрим, как будут убирать дальше. Андрей Дриверник, Алай Шилко. День с толком. А между тем, в Барнауле предлагают возродить автобусный маршрут номер 4. В связи с закрытием старого моста на реконструкцию, в соцсетях стала активно обсуждаться работа общественного транспорта. Особую обеспокоенность высказывают жители микрорайона ВРЗ, которые регулярно пользовались новоалтайскими маршрутами, следующими через старый коммунальный мост. Теперь же в вечернее время уехать или приехать на ВРЗ стало практически нереально. По мнению пассажиров, решить проблему может автобус номер 4. Предполагаемый путь будет пролегать от остановки нефтебаза через ВРЗ по улице Воровского и далее через центр города до конечной на АТРЦ Galaxy и обратно. Курсировать автобусы будут с 20-минутным интервалом. Пока это только идея, которую Барнаульцы активно обсуждают в соцсетях, к слову, многие горожане считают инициативу нецелесообразной. 205-й и 125-й ходят до выезда. Там конечная. Вам мало? Четверка дублировала 77-й, из-за чего и убрали. До галактики, как нарисовали на схеме, вполне можно было бы продлить. Было бы здорово, если бы хоть один транспорт с ВРЗ ходил по Павловскому тракту. А вот защитники культурного наследия Барнаула вновь негодуют. На этот раз вал критики, экспертов и комментаторов в соцсетях обрушился на вроде бы безобидный остановочный павильон. Почему многие считают, что ему не место в историческом центре, выяснял Илья Кочетков. Похоже на площадку для мусорных контейнеров, так описали авторы одного из популярных барнаульских интернет-сообществ, остановочный павильон, который появился на площади Свободы в конце ноября. Как пояснил представитель городской администрации, в той же ветке обсуждений павильон был установлен по просьбам барнаульцев, но не все барнаульцы это, очевидно, оценили. Дело же не в том, что он не нужен, а в том, как он выглядит. Хотя и с точки зрения функционала он абсолютно ужасен. Эти страшные мусорки по всему городу. Основная претензия многих пользователей – внешний вид павильона портит исторический центр Барнаула. Мы решили спросить мнение прохожих, нравится ли им елочка, в смысле остановочка. Мнения разделились. Это очень некрасиво, здесь не обязательно это ставить, потому что много исторических зданий рядом. Желательно, либо если это остановка, то в одном стиле. Красиво, подходит к тому месту. Все минимально и очень красиво, достойно. Внимательно посмотрев на остановку и ее окружение, мы заметили еще кое-что. Но, кстати, это не единственная странность данной остановки. Она как бы есть, но как бы ее и не должно быть, поскольку нет соответствующего дорожного знака. Согласно ПДД, высаживать и принимать на борт пассажиров можно лишь там, где такой знак есть. Но вернемся к самому павильону. Архитектор Александр Деринг считает, дизайн сооружения и правда неудачен. Даже обшивка под дерево не сумела его вписать в антураж исторического центра. Обилие рекламы тоже не радует. Во многих городах мира, да и у нас в России, уже давно поняли, каким должен быть такой элемент городской архитектуры, как остановка общественного транспорта. Те остановки, которые имеют, так скажем, меньше глухих вот таких опор и стенок, но они более прозрачные, они не давят на архитектуру. Остановка – это не рекламная тумба, которую можно опять же уклеить этой рекламой, и это опять будет какое-то странное сооружение. Деринг уверен, таких вопросов можно было бы избежав, разработав для Барнаула единый дизайн-код, своего рода основные правила, по которым создается городская среда. А пока его нет, в краевой столице так и будут появляться вот такие спорные общественно значимые объекты. Илья Кочетков, Андрей Печоркин, Алексей Фризин. День с толком. Бывший президент СССР Михаил Горбачев предлагает сократить продолжительные праздники. Народ, по его мнению, в эти дни бездельничает и даже уходит в запои. Бывший руководитель страны уверен, что сокращение не только новогодних, но и выходных в честь Дня Победы поможет избежать массового употребления алкоголя. Горбачев добавил также, что во время его правления праздничных выходных было меньше, и люди в провинциях так сильно не увлекались спиртным. Наша съемочная группа вышла на улицу, чтобы узнать, как отнесутся к возможному сокращению законных выходных горожан. Ну, мне кажется, это хорошее время для отдыха. Семейные праздники и так далее. Мы с Шергейшем приехали только отдыхаем. По-другому праздники проводите? Да, но я считаю, что нужно оставить праздники, потому что многие с детьми уезжают, отдыхают. И с внуками. Я как могу судить? Они там вроде умные все люди, а мы так, прослойка средняя, живем потихоньку и живем. Правильно, поддерживаю. А вы как новогодние праздники проводите? Не пил, лыжи, рог, баня. Кто хочет, тот пьет, кто не хочет, тот не пьет. Но праздники, я думаю, пускай остаются в годах. Положительно, но люди не пьют, в общем-то, все равно. Конечно, праздников нужно меньше. Почему? Ну, я думаю, люди устают отдыхать. Строительство Крещенского городка началось в Барнауле. Из бюджета города на эти цели выделено около полумиллиона рублей. Работы выполняет Автодорстрой. Традиционно на речном вокзале вырубят прорубь в виде креста и сделают ледяные постаменты. К слову, в этом году строительство Крещенского городка обошлось дешевле. В 2019-м на него потратили почти 700 тысяч рублей. Работы на реке завершатся 17 января. А уже завтра начнут разбирать городок на площади Сахарова. Демонтаж конструкции займет три дня. А затем здесь откроют движение для автомобилей. Городок на Молотобольской разберут гораздо позже. Он будет стоять, пока позволяет погода. Кстати, сегодня очередной праздник. Хотя и не выходной день. В России отмечают День печати. Учредили его 29 лет назад. Своим праздник считают все сотрудники медиасферы. Особенно журналисты, пишущие для газет. В честь такого события сегодня наградили сотрудников СМИ из городов и районов региона. Награды от губернатора и краевого законодательного собрания получили десятки талантливых людей. Среди тех, кого поощрили сегодня, были и мои коллеги. За профессионализм и многолетний труд благодарственное письмо вручили шеф-редактору телеканала «Толк» Татьяне Голубевой. Лауреатом конкурса на присуждение премии губернатора в номинации «Год театра» стала наш корреспондент Дарья Эдемиллер. А победителем конкурса в одной из номинаций объявили редактора информационного агентства «Толк» Марию Трубину. Успеха добились и журналисты из небольших сел и городов. К примеру, в номинации «Национальные проекты вокруг тебя» победу одержала наша коллега из Камнина Аби и признается, что неожиданно. Победа абсолютно неожиданная. Вообще в редакции я занимаюсь тем, что подаю ежегодно материалы. Мои работы подали просто до кучи, потому что материал критический. Поэтому шансы на победу, я даже не думала об этом. Я рада в первую очередь тому, что жюри оценила именно критичность. Что не только, как у нас прекрасно эти проекты реализовываются, а напротив. То есть какие недостатки есть, где нужно властям обратить внимание. На Барнаульском подроме прошли соревнования по зимнему дрифту. Казалось бы, гололед – враг автомобилистов, но для некоторых друг. За скользкими стартами наблюдали и наши корреспонденты. Лед, снег, рев моторов. В основном отечественные и несколько иномарок рассекают по ледовой трассе, уверенно или не очень, входя в повороты. Участники говорят, хотя к отечественному автопрому принято относиться снисходительно, в зимних видах спорта наши машины дадут фору многим иностранным. А кто-то просто очень любит именно отечественный автопром. Я использую отечественный автопром, потому что это доблестная, продолжая доблестные традиции нашего великого автоспортивного прошлого. Москвичи, которые побеждали на ралли Париж-Дакар. А еще не так жалко, как иностранное? Да нет, кстати, жалко. Любую машину жалко. Это же моя любимая ласточка. Организаторы говорят, кубок «Барнаульская ракета» проходит с 2015 года. Но, несмотря на название, раньше дрифтовали за пределами города. В предыдущие годы мы делали на озерах, на реках замерзших. То есть расчищали там конфиг и после этого, соответственно, там ездили. А в этом году получилось так, что все озера не в очень хорошем состоянии. И получилось так, что мы заливали здесь. 36 участников. В основном из Барнаула, Рубцовска, Омска и других сибирских городов. В одиночных заездах лучшим становится тот, кто пройдет трассу правильно и чисто, выполнив все повороты. В парных требуется пройти ее же максимально осторожно, не касаясь при этом другой машины. Участники уверяют, несмотря на кажущуюся сложность, вступить в ряды пилотов может любой желающий. Было бы желание и опыт. Кто из зрителей не побывал на соревнованиях, может насладиться гонками уже в конце января. На ипподроме пройдет второй этап барнаульской ракеты. Илья Кчетков, Илья Халяпин. День с толком. На этом у меня все. Через несколько секунд и погоди спонсор прогноза – компания «Эвалар». Спасибо, что остаетесь с нами. До встречи. Продолжение следует...